Прикиньте, девочки, мне Айс на День влюбленных подарил духи, о которых я мечтала. Я забила в интернете, сколько они стоят. Они стоят 15к, девочки. Прикольно, а что за духи? Тон Форд Кнопа. Девочки, ну можете помолчать, я как бы стих учу. Учи, Мэй, учи. Надо было дома его учить, а не в школе. Короче, а мне тебе мы подарим мягкого Мишку, он такой милый. Девочки, я как бы дома учить не могла. Я День влюбленных праздновала. Привет, девочки. У кого-то есть блеск для кух? Держи, Диана. Диана, ты еще такая кислая. О, Диана, что это за милый образ? Няшка решила стать? Девочки, все плохо. Диана, смайл? Нет, девочки, не смайл. Моя мама мой личный дневник прочитала, прикиньте. Как? Блин, зачем она это сделала? Это ненормально, это же личное. Она перепутала мой личный дневник с тетрадкой, где было ДЗ. Диана, и что было в личном дневнике? Сами прочитайте. Вот поэтому у меня сегодня такой милый образ. Потому что мама сказала, что все, Диана, никаких больше коротких юбок, никаких юбок в обтяжку и никаких распущенных волос. Ой, знаете, девочки, если бы моя мама прочитала мой личный дневник, я бы и не смогла смотреть в глаза. Привет, личный дневник. Сегодня я сделала татуировку в таком месте, чтобы не узнала мама. Мне так нравится эта татуировка. О, мой гад, Диана, она узнала за тату? Да, Кнопа, и не только за тату. Дальше читайте. Привет, мой личный дневник. Сегодня я была со Смайлом в кинотеатре, и мы целовались на заднем ряду. Что? Да, Диана, и что же тебе мама сказала? Мэри, обо мне что, не видно? Мама мне сказала, что все сегодняшнего дня, никаких мальчиков, никаких тусовок, только учеба. Прикольно, Диана. А мама хоть не запретила заниматься чирлидингом? Ого, привет, личный дневник. Сегодня мы со Смайлом хотели больше провести времени вместе и сбежали с последних двух уроков. Ого, чирлидингом нет. Но знаете, девочки, если бы я не забежала вовремя в комнату и не забрала свой личный дневник, мама бы дальше прочитала. И тогда бы она мне запретила даже чирлидингом заниматься. Диана, а что там было дальше? Девочки, дальше читать не обязательно. Вот именно поэтому я спалила свой личный дневник. Нет личного дневника, нет проблем с родителями. Девочки, это еще не все. Теперь после школы меня будет забирать мама. Тогда мне теперь со Смайлом гулять. Походу придется ему сегодня все объяснить. Да, Диана, ты, конечно, попала. Ладно, девочки, пойдемте. Если Смайл любит, он поймет. Надеюсь, девочки, Смайл меня поймет. Или найдет мне замену девочку, которую не контролируют родители. Диана, все будет хорошо. Талисман, хватит ломаться, соглашайся. Что тебе стоит в бане? Ничего не узнают. Девочки, я не могу. Если я на вас поведусь, баня меня с команды выгонят. Ты что, совсем того? Не нужно на нас вестись. Между прочим, у меня уже есть возлюбленный, по которому я сохну. Просто ты можешь с нами выступить. Ты просто понимаешь, что ты единственный парень в школе, который хорошо танцует. А если я откажусь, то что будет? Знаю, что будет. Опа. Крыль, все вышли, что здесь делали? О, они, походу, к Талисману подъезжают. Талисман, у тебя что, проблемы? О, приперлись. Им не зло. Да, пацаны, проблемы. Они меня уже достали. Скажите им, пусть уйдут отсюда. Талисман, ты нарвался. Крейси, вы свободны. Все, мы в бой. Что, Талисман, девчонки подъезжали? Спугался? Да нет, не подъезжают, там другое. Пацаны, а можно я здесь посижу? Не буду вам мешать. Просто у меня с баней скоро тренировок. Тю-тю-тю, посиди. Посмотри, как настоящие парни играют. Пока некоторые прыгают в костюме зая. Настоящие парни, настоящие парни. Я тоже Талисман, важный член команды. Ну и где нам найти, Яна, пацана, который согласится? Ой, Ляля. Слушай, а может девочку наведить, пацана? Ну, ты знаешь, худи, кепка, волосы под кепку. Яна, нет, мы должны сделать все круто. У нас должен быть пацан. Слушай, Ляля, а Рая, он еще тот консор. Может, его попросим? Нет, Ян, Рая мне подходит. Ты понимаешь, что Яна на него запала? Ну и что? Чем это мешает? Ян, я буду стесняться при нем. Я не смогу сконцентрироваться. Знаешь тогда, что, Ляля? Тогда снова наша идея закончится провала. Провала, провала. Нужно думать о хорошем. Ну, где она? Она уже опаздывает. Ждем одну минуту и начинаем тренироваться. Привет, девочки, я пришла. Салатовая, если ты еще раз опаснаешься с нами, больше тренироваться не будешь. А они что здесь забыли? Мы с Салатовой. Они посмотрят, как мы тренируемся. Им скучно. Давайте тренироваться. Салатова, ты меня в последнее время бесишь со своими опозданиями. А вы, чтобы не мешали. Мы мешать не будем. А я хочу посмотреть, как двигается моя Салатовая чирлидерша. Фрок, самый крутой. Фрок, все победимые. Шаг лучший во всем мире. Фрок, самые крутые. Не смотри, как я тренироваюсь. Классная чирлидерша. Салатова, я не поняла. Ты пришла тренироваться или перед Димой выделываться? Фрокс, самые крутые. Фрокс, не победимые. Жабы лучшие во всем мире. Салатова, я рули. Фрокс, самые крутые. Фрокс, не победимые. Задолбали, на выход. Все, все, мы тихо. Фрокс, мы тренироваться пришли. Освободите нам зал. В смысле освободили зал? По-моему, вы тренируетесь в зале внизу. Это уже наш зал. Зал Фрокс. Ладно, девочки, пойдемте отсюда. Вас с Фрокс бесполезно разговаривать. И что нам делать теперь? Эх, ничего, ждать, пока освободится зал внизу. И там проведем тренировку. И сюда больше не заходите. Это наш зал. Почтель Марк сказал, что это зал для Фрокс. Фрокс, самые крутые. Фрокс, непобедимые. Жабы лучшие во всем мире. Фрокс, самые крутые. Фрокс, непобедимые. Жабы лучшие во всем мире. Ю-ху. Айс, почему в твоем кафе не играет музыка? Потому что это школьное кафе, а не клуб Мия. Блин, скучно. Школьное кафе тоже должно быть веселое. Сделай мне еще один горячий шоколад. Без проблем. У нас таких купюр у меня сдачи нет. Ладно, намек поняла. Можешь себе эту сдачу оставить на чай. Вот жалко, Мия, что ты в этой школе не учишься. Ты такая щедрая. Я тебе к горячему шоколаду еще конфетку дам от Тайса. Слушай, Ляля, меня эта Мия так бесит, столько пафоса. Угу. Корчит из себя богачку. Ну она же в бутике работает. Видно, зарплату получила. Ммм, в бутике. Может загляну к ней в магазин, и она продаст мне что-то в рассрочку? Попробуй. Айс, нам долго ждать зеленый чай? Привет, Айс. Нам же тебе есть шоколад. Так, девочка, я быстро поздороваюсь и вернусь. Привет, любимый. Привет, Настя. Как у тебя настроение, как дела? Отлично. А я вижу, у вас с Мией разговор какой-то. Да нет, я ей просто делаю горячий шоколад. Она мне сегодня хорошие чаевые оставила. Да, Настя, оставила твоему Айсу чаевые. А ты думала, за что он тебе подарки покупает? Что ты сказала, Мия? Она отошла от моего парня. Настя, Настя, успокойся. Иди, садись. Что вы будете пить? Мы же сказали, горячий шоколад. Сейчас будет. Послушай, Мия, оставь свои чаевые при себе. Мой парень в них не нуждается. Настя, в смысле не нуждается? Опа, походу конфликт начинается. Это Мия реально раздражает. А по мне так Мия красивая девочка. Бравас, ты что? Груша, ты не надо меня ревнувать. Просто красивая девочка. Бравас, ты еще раз ты назовешь какую-то другую девочку, кроме меня красивой, я кукушонку вернусь. Груша, не получится. Кукушонок смей замутил. Блин, девочки, уже мама звонит. Да, алло, мам. Чем я занимаюсь? Да я вот сейчас буду пить горячий шоколад, в кафешке сижу, с черли дешами бани. Мам, да, все нормально. Я помню, я помню, что ты заберешь меня сегодня после уроков. Блин, вот это Диана попала. А я говорила Диане, что личный дневник это зло. Девочки, да успокойтесь. На самом деле это не прикольно. Мы что теперь будем без Дианы гулять? Слушай, мамочка, а если я подтянусь по учебе, все будет как раньше? Ладно, ладно, я поняла. Хорошо, я тебя жду. Давай. Блин, девочки, капец. Диана, теперь твоя мама будет контролировать каждый твой шаг, и в этом виновата только ты. Знаешь что, Кнопа, спасибо, что напомнила. Айс, спасибо за шоколад. Айс, еще увидимся. Эй, я, конечно, понимаю, что звонок на урок, но я как бы еще хотела орячего шоколада. Ой, мне надо с тобой поговорить. Диана, ты не забыла? Девочки, скажите учителю Майку, что я в туалет пришла. Сейчас вернусь. Хорошо, Диана, только недолго. Малая, что случилось? Смайл, в общем, у меня неприятности, но пойдем в туалет, поговорим там, чтобы никто не слышал. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ученики Майку. Настя, где Диана? А Диана, это, в туалет вышла, сейчас она придет. Ага, в туалет, со смайлом. Ляля, ну зачем, зачем? За тебя же никто не доносит. Ляля, приведи Диану. А почему я, учитель Майку? Потому что я доверяю только тебе. А, да, ну хорошо, это так приятно. Ляля, ты крыса. Я знаю, Настя. Учитель Майка, вы видели, что Ляля показала? Настя, не трогай Лялю, она примерная ученица. Ну да, ну да, примерная ученица. Диана, и что, это мама даже про наши поцелуи читала? Смайл, вообще-то да, но это совсем не смешно. Просто, понимаешь, я теперь под ее полным контролем. Ты посмотри, как она заставила меня вырядиться. Я же теперь похожа на девочку с первого класса. Диана, ну это же не проблема, ты можешь пойти в гримёрку переодеться. Угу, чтобы меня кто-то потом сфоткал и слил в школьную группу. Недушки, спасибо. Ладно, хорошо. Что ж теперь делать, это мы же сегодня вообще договорились ехать гулять. Смайл, ты что, не понял, гулять мы сегодня не едем. Ага, значит, гулять мы сегодня не едем. Угу, прикольно. Смайл, ну ты же это, не бросишь меня, не найдешь себе другую. Просто, понимаешь, теперь нужно немножко подождать, пока у меня с мамой, ну, наладятся отношения. И потом все будет как раньше. Ну, малая, не знаю. Смайл, я серьезно, мне нужен ответ, да или нет. Малая, вот мой ответ. Ммм, Смайл, ты у меня самый лучший, вот за это я тебя и люблю. Диана, это та, что в туалет пошла, да? Учитель Майк в ярости. И он мне сказал привезти тебя на урок. Ладно, Диана, иди. Слушай, Ляля, а с каких-то пор учитель Майк тебя посылает за мной в туалет? Диана, учитель Майк тебя ждет. Я это уже поняла, Ляля. Дорог. Зачем Диана пошла в туалет со Смайлом разговаривать? Реально, она что, не могла дождаться перемены? А что случилось? Залатая, вот мы взяли тебе и рассказали. А мне уже рассказали, что мама Дианы прочитала ее личный дневник, и теперь она у нас будет пай-девочка. Ого, только глупые ведут личные дневники. Слушайте, да угомонитесь, откуда вы вообще узнали про личный дневник? Ого, личный дневник? У меня папа один раз прочитал личный дневник, потом у него проблемы были. Всем привет. Ого, ну вот, Смайл уже в курсе. И он не очень рад. Диана, видишь, к чему все привело? Твоя мама сказала держать тебя на контроле. Учитель Майк, я взросла, не нужно меня держать под контролем. Учитель Майк, по-моему, ученица должна молчать, когда учитель разговаривает. Ляля, Диана никому ничего не должна. А что случилось, учитель Майк, расскажите всему классу. Учитель Майк, можете ему на следующем перемене рассказать, если ему интересно. Давайте уже начинать урок. Дим, я ничего рассказывать не буду. Если интересно, спасибо Диане. Но Диана под моим контролем. Диана, Диана, если у тебя проблемы, можешь со мной поделиться. Я тебе всегда помогу. Дим, спасибо, конечно, но со своими проблемами я разберусь сама. Диана, а ты можешь рассказать, что твоей маме лично в тунике прочитала? Откуда ты знаешь? Диана, об этом вся школа знает. Алло, Юнона? Да, Диана снова опоздала на урок. Диана? Что? Ну, как вы просили, все рассказывать. Если что, я ее буду контролировать. Диана, ты куда? Знаешь что, Настя, я так учиться не буду. Везде меня контролировать, это ненормально. Диан, я могу тебя поддержать. Дима, замолчи. Юнона, Диана, уж у нас с уроком. Зачем я вела этот личный дневник? Это что, я теперь буду тихоней? Ну уж нет. Придется с тобой попрощаться в личный дневник. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите мои новые крутые серии. Я надеюсь, что отношения с моей мамой улучшатся. Всем до новых встреч и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а вообще-то это не смешно. Ты что, не понимаешь? Я... Субтитры сделал DimaTorzok